Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Да, у меня сдача проекта сегодня Понятно, сдача проекта, сдача проекта А в холодильнике пусто, есть нечего Хорошо, что у вас бабушка есть Данечка, рассказывай, как твои дела? Хорошо, бабушка Да ты сначала прожуй, потом говори Машенька, а у тебя как? Да, вроде все как всегда Слушай, я вот мясо купила Сегодня котлетки сделаю А то уж, пожалуйста, поешь, ладно? А то вон, смотри, какая совсем худая-худая Да? Бабушка, я не ем мясо. Я веган. А-а-а. Ну, знаешь, дорогая моя, на траве только кости растут. А мужики не собаки. Они на кости не бросаются. Можно подумать, что все ради них делается. Ой, глупая ты какая. Знаешь что, ты вырастешь, поймешь. А лучше всего, вон, спроси у своей мамы. Мама все знает. Мама умная. Она знает, что нужно сделать для того, чтобы мужу приятно было. Да. Она понимает, как ей повезло в этой жизни. Очень повезло. Мам, привет. Ой, сыночка мой хороший. Здравствуй. Здравствуй, мой дорогой. Здравствуй. А, я пойду открою. Ну, это я, Виталик, я сама открою. Маша, Маша, ты доешь сначала. И так подождет. Ну, пап. Ладно. Оксана, ты звонила Кате? Я от тебя ничего не хочу. Ты должна поговорить с Катей. Нет, я не ищу повода, Оксана. Оксан. Оксана. Е-мать, а. О, вы эту клумбу ставили, что ее пинаете. Нервы лечить надо. Алена Ивановна, вы знаете самую распространенную причину смертности? Рак, что ли? Неуемный интерес к чужой личной жизни. В каком смысле? В прямом сердечно-сосудистые заболевания. Берегите сердечко. Не переживайте так за других. Хам. Виталик, привет. Здравствуйте, Лена Сергеевна. Чай с вафлемой будешь? Нет, спасибо. Я дома поел. Молодец. Слушай, Маша перед контрольной очень волнуется. Ты поддержи ее, хорошо? Конечно, Лена Сергеевна. В чем вопрос? Давай, удачи. Привет. Папушка с папой дома. Алло, Катюх, ты математику сделала? Дашь списать? А ты вообще-то ничего не понимаю. Да. Хорошо. Сейчас мы с Виталикой на тебя идем. Жду вас. Папа, а мама не звонила? Слушай, что у нее вообще с телефоном? Я уже два дня не могу идти звониться. Когда она вообще возвращается? Послушай, Катя. Мама сейчас не может тебе позвонить. Она взяла паузу. Какую паузу? В взрослых так бывает. Нам нужно подумать о наших отношениях. Ей, да и мне кажется, что все зашло в тупик. И мама очень устала. Пап, мама тебя бросает? Вы разводитесь? Типа того. Ладно, от тебя она ушла. Но меня же она не могла бросить. Какие планы на сегодня? Сейчас Даньку закину и в контору. Там одно громкое дело намечается. А какое? Не забивай свою миленькую голову всякими глупостями. Да, Макс? Да. Да видел я твои сообщения. Да не паникуй. Хорошее дело берем. Да. А, сегодня в три бой. Даня, не забудь подъехать. А в три я не могу. У меня встреча с клиентом. Это же твой сын. Аль, ну я тебя прошу. Аль. Я придумаю что-нибудь, конечно. Владиславна, умница. Я тебя люблю. Я тебя люблю. И тебя тоже, Макс, люблю. Да. Да, сейчас подъеду, все обсудим. Ага. Рюкзак. Все. Дань, давай, давай. Давай-давай. Ну? И? Елена Владимировна, к огромному сожалению, на эту роль утвердили другую актрису. Вы не прошли по типажу. В смысле? Ну, я же говорю, вы не прошли по типажу? Угу. Значит так, мальчик мой, я сейчас тебе быстренько расскажу про Димаш. И я снимаюсь в кино чуть-чуть больше, чем ты живешь. Понял? И я прекрасно знаю, чьи это проделки. Друбецкая, да? Она палки в колеса ставит? Ха! Так вот она по паспорту не Друбецкая, а Зюзина. Друбецкая здесь ни при чем. Вам нужно меньше пить. От вас с перегаром на километр разит. Ну все. Щенок такой! Так что делать? Людмила Александровна, спасибо вам большое. Угу. Спасибо, спасибо. Это я тебя, дура, спасаю. Я не понимаю, зачем тебе эта работа нужна? Пока ты по своим клиентам бегаешь, Митьку со двора-то и уведут. Ну он же не коровы, чтоб его уводили. А захочет уйти, так никакие котлеты не помогут. Ну да, много ты понимаешь. Вот вон мой Илюша тоже вроде верный. Знаешь, какие сейчас бабы-стервы? Валька, секретарша его. Вокруг него мухой так и вьется, так и вьется. Едва успеваешь отгонять. А главбухша своего сохранила и теперь моему глазки строит. Ну и как вы боролись? Как я боролась? А я встаю каждое утро на рассвете и пирожки его любимые пеку. Потом себя в порядок привожу, чтобы за хмурышкой перед ним не ходить. Илюшенька-то очень умный и даром место такое занимал. Он прекрасно понимает, что лучше меня ему не найти. Вот поэтому он мне никогда не изменял. Это я точно знаю. Я столь любила со мной. Извините, мне надо собираться. Катя, открой. Давай поговорим. Отвали. Это, наверное, к тебе. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите. Здравствуйте. Привет. Привет. Привет, Катя. Здравствуйте. Кстати, Маш, а мама что-нибудь говорила про проект нашей дачи? Когда будет готов? Точно, должен быть готов. Я позвоню, спрошу. А можно я на кухню посмотрю кое-что? Да иди уже списывай. Спасибо. Пап, Зетин, ты вообще про этот проект вспомнил? Да потому что это твоя мечта. Вспомни, как ты все расписывала, что, где и как будет после ремонта. Да, но у тебя же все равно нет денег на ремонт. Пусть тебя это не волнует. Ты придумала крутой проект. Давай посмотрим, что они там насчитали. А деньги? А деньги мы найдем. Катя, дай маме время. Она отдохнет и вернется. Вот увидишь. А если нет? Вернется. Она тебя любит. Знаешь что? Если проект готов, после школы зайди глянь на него. Сама. Если все понравится, утверждай. Отдаю все на твое усмотрение. Лады? Лады. Ну давай, собирайся. Дим, я тебя прошу. Давай не лезь в это дело. От него же дерьмом за километр разит. Мажор сбил подростка возле пешеходного перехода. Вот именно что возле, а не на. Парень переходил дорогу в неположенном месте. Да это твой синица ехал на неположенной скорости. Пацан в больнице. Там уже журнолюги толкутся. В сети флешмоб с весной личности начали. Требует справедливости. Максюша, Максюша, не мельтеши. Присядь. Успокойся. Ты понимаешь, что если мы сейчас синицу отмажем, это откроет нам двери на самый верх. К его папеньке. Дима, только не сейчас. Не надо. Мы и так по уши в дерьме. Впаяют завтра нашему Бирюкову преднамеренное. Не отмажем его. Чует мое сердце. Ты сумму гонорара помнишь? А ты понимаешь, что если мы и здесь облажаемся, нам конец? Макс, давай поговорим серьезно. Я дурак, по-твоему, что ли? За провальное дело, братцы. Дело выигрышное. Жертва оделась легким испугом и сломанным ребром. А воспитывает его одна мать. Отец уехал куда-то за границу, следы пропали. Понимаешь, о чем я? Вступиться некому. Вот именно. С отцом Пашей я уже поговорил. Он согласен на компенсацию. Но какой этой мамаши прок от того, что она мажора посадит? А так деньги появятся. Сыночку, наверное, за границу свозит. М? Я ее обработаю, уговорю пойти на мировую. И все, дело до суда не дойдет. Уверен? Сто процентов. Ну чего, оба сглупили. Зачем теперь синиц и жизнь портить? Тем более, они почти ровесники с пострадавшим. Дима, а ты на вести твоей матери как бы сам поступил? Взял бы деньги и забил? Я бы постарался выйти с наименьшими потерями. Не знаю, Дима. Плохое у меня чувство. Максик, где мы сейчас были, если мы твою интуицию слушали? Иди займись Бирюковым. А я займусь пока синицей. Мы эту птичку из клетки вытащим. Давай. Свет, занесите, пожалуйста, вещи Дмитрия в химчистку, а также купите порошки и чистящие следства. Справитесь? Вот. Отчего же не справлюсь? Только этого даже на химчистку не хватит, Алина Сергеевна. Привет. Здравствуйте. Я там котлеты пожарила. Ты уж, пожалуйста, кухню помой. Мясорубку помыть надо. Только руками надо помыть. Не так, как в прошлый раз всунула. Она вся в ржавчине. После этой посудомойки. Людмила Александровна, все сделаю, как вы любите, на высшем уровне. Мясорубка заблестит, что тут бриллиант. Вот, должно хватить. Фильмила Александровна, вас подвезти? Не надо, я за рулем. Хорошо, до свидания. Упустит мужа девка. И холодильники полки помой. Ага. Пока. До свидания. Доктор. Операция прошла хорошо, но ваш сын пока в реанимации, к нему сейчас нельзя. Доктор, он жить будет? Ну, состояние тяжелое, но стабильное. Доктор, возьмите, пожалуйста, не побрезгуйте. Да что вы, что вы, это не обязательно, совсем не обязательно. Мы и так делаем все, что можем. Возьмите, прошу вас, на лекарства какие, или санитаркам, ну и вам за заботу. Прошу вас, доктор, возьмите. Я позвоню, как только будут новости. И мопету, сына, заберите. Хорошо. Ну, Алина Сергеевна порадовала. Первый раз такое вижу, чтобы и в срок, и денег сэкономили. Буду вас всем знакомым рекомендовать. Да, обращайтесь, я буду очень рада. Всего доброго, до свидания. До свидания. Здравствуйте, Катюша. Привет, я по поводу проекта. А, проходи. Знаешь, я, к сожалению, лично не смогла им заняться, поэтому передала его в руки отличного специалиста. Я вас познакомлю сейчас. Ксюша. Здравствуйте. К тебе клиент по поводу перестройки дачи. Помнишь? Дачи. А, помню. На, присаживайтесь. Садись. Ну, как-то так. Посмотри. Будут вопросы, обсудим. Скажите, а почему все темное? Я просила оттенки белого и акценты серым. Ну, ты же хотела эко. А эко-то как раз натуральные материалы с минимальной обработкой. Катя? Селфи? Да. Я сейчас. Ага. Бабки есть? Да, вот. Закладка в тубизике, вторая кабинка от входа. Под крышкой. Угу. Знаешь что, детка? Что? Будьте при богаты. Ты так был? Да, так, знакомая. Бабки пришла отдать. Ты опять? Расслабься. Ну что, ребятки, то всем дальше? Я угощаю. Пойдемте. Алечка, я маму утром встретила. Она расстроенная была. Ну, работу ей не дали. А смотри, у нее полная сумка бутылок. Ну, жалко, ну, упьется смерть. Я только поэтому позвонила. Вы все правильно сделали. Спасибо вам большое. Да, ну, не за что. Я всегда рада, но... Спасибо. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мама, мам, 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 вставай. Вставай, говорю тебе. Так дальше продолжаться не можешь. Ты должна лишь в клинику. И ничего тебе не должна. И ни в чем перед тобой не виновата. Да, ясно. Угу. Ты, если папаша твой у нас не бросил, тогда... Нет, мам. Если бы ты себя вела по-другому. Ой. Если бы ты папе больше внимания уделяла, то он бы... Тихо. Да, Дима. Нет, я еще на работе. Здесь проблемы. Клиент заказывал одно, а теперь требует другое. Да? Я помню о Дане. Я скоро буду. Давай. Пока. Мать Тереса. А что ты маму свою в клинику отправляешь, а? А домой не возьмешь? Ты же знаешь, я не могу. Где у тебя белье? Давай поменяем. Не тронь! Я недавно меняла. Мам, ты посмотри, на что это похоже. Это же не белье, это просто... Это просто породия какая-то. Тут все алкоголем пропиталось. Конечно. Тебе в твоем доме такого не надо. Твоему женек чистоплют и не позволит. А ты... Ты кто? Ты овца бессовестная. По скоблукам у него сидишь. А мать родную защитить не можешь. Я могу. Я не хочу, мама. Потому что я, я не такая, как ты. Я хочу, чтобы у моих детей был отец. Чтобы у них была нормальная жизнь, понимаешь? И не такая, какая у меня была. Была? А я смотрю, ты очень счастлива сейчас. Да? Да. Я счастлива. Ты знаешь, детка. Счастливые женщины из-за белья. Истерики не устраивают. Понятно? Да. Вот так. Ничего ты не поняла, мама. Ничего. Папочка. Папа. Они вообще все не так сделали. Они все испортили. Катюша, я не понял. Ты о чем сейчас? Понимаешь, я хотела... Я хотела большой, красивый дом. А не вот это вот все. Так ты из-за проекта, что ли? Да ерунда это все. Переделаем все, что не нравится, переделаем. Я все исправлю. Да как ты исправишь? У тебя вообще времени нет. Ты постоянно занят. На тебе у меня всегда время есть. А хочешь, мы прямо сейчас поедем в это дурацкое бюро, и я с ними разберусь. Как? Точно разберешься? Зуб даю. Подожди меня, я сейчас переоденусь. И сразу поедем. Посиди здесь. Ладно. Ладно. Алечка, ты уже, наверное, знаешь, мама тебе сказала, что мы разводимся. Мама сказала, что ты загулял. Я действительно встретил другую женщину. Она хорошая, она тебе понравится. А почему ты маму разлепил? В двух словах не ответишь. Просто, наверное, мы устали и перестали понимать друг друга. Мне с возрастом захотелось уюта, тепла. Покоя мне хочется, Алечка. А меня ты тоже больше не любишь? Ты что? Ты что? Я всегда буду любить тебя. Ты же моя дочка. Не плачь. Не плачь. Мы же будем видеться. Конечно. Ну, что мы так? На аттракционы? Пойдем. Он меня из двух спектаклей вывел, идиот. Это нормально? Папа, ты когда меня заберешь? Ну, ты же обещал. Хватит ему звонить. Да хотел, прибежал бы уже давно. Слышь, малявка, и кофейку мне сделай, хорошо? На самообслуживание. Ты что такая дерзкая? Вообще, как со мной разговариваешь? Я, может, твоим папой буду, поняла? Мам. Че? Мам, он мне ударил. Кто тебя ударил? Иди спать. Бьет, значит, любит. Иди в школу завтра. Послушайте, я не понимаю, что вас не устраивает. Дочь вам человеческим языком сказала, чего она хочет. А вы что нарисовали? Да, я, я хотела скандинавское эко, а не японский минимализм. Вот. Вы понимаете разницу? Вы же дизайнеры. Простите. Тихонова Алина Сергеевна, руководитель этого дизайнерского отдела. Я, я должна была сама заниматься вашим проектом, но дело в том, что у меня было уже много начатых. Поэтому я перепоручила его своему сотруднику. Возможно, что-то неправильно объяснила, не донесла. Возникли недопонимания, недоразумения. Вы понимаете, что вы говорите? Как вы перепоручили свою работу другому специалисту? А если бы вас привезли ко мне на операцию, а я бы сказала, немного занят, и перепоручил бы вас другому специалисту, окулисту, например, или психиатру, как бы вы отреагировали? Вы, безусловно, правы. Да. Давайте я сама поеду на объекты и все посмотрю. А ты, Катюш, расскажешь, что ты хочешь, объяснишь мне. Я же уже объяснила. Что ты объясняла? Хочу эко? Вообще ни о чем. Тон, смените, пожалуйста. Я прошу прощения за своих сотрудников. Решено. Мы едем вместе на объект, и ты, Катюш, рассказываешь, что ты хочешь, как ты видишь. Возможно, что-то снести, что-то добавить. Я возьму понтон. Понтон. И мы выберем цвета. Так будет проще и быстрее. Поехали. Вы серьезно, чтобы прямо сейчас поехать? Да, вполне. Хорошо. Хорошо. Ну что, едем? Да. Да. Поехали. Я же говорил, тормозите. О, Господи. О, Господи. Господи, Боже мой. Нет. Боже мой. Папа, папа, она сейчас умрет. Да не дай посмотреть. Скажите, скажите, что делать. Я хочу все исправить. Да что вы сейчас исправите? Раздевайтесь. В смысле? Пояс снимайте. Катя, принеси из дома плед. Хорошо. Вот, возьмите. Черт, столько крови, а. Я бы все виновата. Я должна все исправить. Давай тебя в клинику отвезем. Виновата, виновата, Завадина. Вот, возьмите мою блузку. Да что вы, не надо. Она же дорогая, наверное. Какая разница? Я очень виновата. Да перестаньте, не надо. Пожалуйста, возьмите. Я прошу вас. Черт. Катя! Я сам дурак. Надо было собаку Валерия запереть. Давайте. Сидите сюда. Победитель в синий угол. Дань, 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 сюда, Дань. Сюда, иди. Ну и какого черта? Какого черта, Дань? Почему ты не сопротивляешься? Даня молодец. Удар держал хорошо. Какой молодец, он проиграл. Ну и что? Сегодня проиграл. Завтра выиграл. Да? Он сегодня мог выиграть, но он не сопротивлялся. Хочу понять, почему? Почему? Я не слышу. Почему ты не сопротивлялся? Ну? Пап, я не люблю бокс. А когда тебя бьют, ты любишь? А? Ты должен уметь давать сдачи. Босс это не только про то, как сдачи давать. Я сейчас не с вами разговариваю, а с сыном. Иди. Пап, но соперник был сильнее. Да плевать на него. Ты должен был сопротивляться. Все наказан. Неделю без планшета. Да, Дим. Алечка, а ты где, в офисе? Нет, я не в офисе. А, да вот Даня хотела рассказать тебе, как прошел его бой. Он выиграл? Нет, милая. Да, наш сын в очередной раз проиграл. Что ты ноешь, как девка-то? Дим, я прошу тебя, не надо кричать на ребенка. Слышишь? Дим, не кричи на него. Дим, не кричи... Помогите достать телефон. Что за... Алло. Алло, не слышно. Аля. Перезвони. Черт. Он мне на телефон захотелся под сиденьем. Помогите мне достать. Я не вижу, где он. Захотелся под сиденьем. Ведите спокойно. Вы не понимаете, мне нужно поговорить с мужем. Его не видно, там темно. Ведите машину спокойно. Поверьте, ваш муж хочет видеть вас здоровой и невредимой, а не размазанной по салону автомобиля. Алло, Аля. А, Макс? Да, 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 скоро приеду. Пошли. 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 Извините. Она сама к нам пришла пять лет назад. Но у жены потом началась аллергия и пришлось отвезти Чико на дачу. А у вас есть животное? Нет. Не любите? Нет. Что, я обожаю. Я всю жизнь думала, что у меня будет такой огромный, лохматый пес. Так в чем же дело? Сначала родители не разрешали, а потом я рано вышла замуж и теперь муж не разрешает животных в доме. У вас прямо какой-то рабовладельческий строй. Я не так выразилась. Он не поддерживает идеи, любит порядок в доме. Ну что, будет жить ваша Чика. Ушьем ей раны, поставим антибактериальную капельницу и будет ваша Чика как новая. Слава Богу. Скажите, а где можно оплатить? От входа первая дверь направо. Я еще раз приношу свои извинения. Да я во всем виновата. Катюш, я учту все твои пожелания и внесу их в проект. Всего доброго. До свидания. Я рекомендую Чику оставить у нас. До завтра. Мы за ней понаблюдаем. Да, хорошо. Спасибо, доктор. Да. Где ты была? А, Тим, сегодня такой ужасный день был. Я ж не спрашиваю, какой у тебя был сегодня день. Я спросил, где ты была? Это просто кошмар какой-то. Я сбила собаку клиента, она бросилась под колеса в мою машину. Я перепутала газ и тормоз и… Ну, слава Богу, все обошлось, она осталась жива. Тебе что, какая-то шавка дорожь собственного сына? Ты же обещала приехать. Почему ты трубку не брала? Телефон выпал. Закатился под сиденьем. Мне… Я не могла… Что ты не могла? Оставить машину, достать телефон или перезвонить, когда в клинику приехала? А, наверное, у тебя руки были заняты. Ты держала эту шавку за лапки, чтобы она не нервничала? Тим, я правда… Я очень устала, замырзла и не хочу чая. Что это за клиент, который тебе дороже собственной семьи, а? Ну, кто он? А что это на тебя вообще? Где твоя одежда-то? Шлюха. Поменяла нашу семью на какого-то мужика? Ты дерьмовая мать, поняла? Ты дерьмовая мать. Зачем ты вообще детей рожала с тебя плевать на них, на меня, на семью? Да хватит, Дима! Я была за сумкой отец. Если не веришь, можешь позвонить ему. Они заказали у нас ремонт дачи. Ксюшина обортачила, мне пришлось ехать на объект. Маш! Маша! Маш, можно я сегодня у тебя посплю? А не опять. Нет, нельзя. Как же вы достали? Ну, можно хотя бы возле тебя посидеть, пока они не закончат? Ладно. Только ничего не трогай, окей? Спасибо. Завтра у папы юбилеи. Папу же помнишь. Давай ты не пойдешь на работу. Возьмешь себе выходной. Приведешь себя в порядок. Купишь подарок ему хороший. Борис. Сейчас тебе чаю сделаю. Спасибо. Так. Папа, папа, можно я сегодня друзей приглашу? А ты чего шепотан-то? Мама спит. Подожди. Радость моя. Какие друзья-то? У нас у дедушки юбилей сегодня. Ну, блин, а что мне там делать? Он опять своих старел. Друзья пригласит. А мне с ними скучно. Мне тоже с ними не особо весело. Но дедушка ждет нас всех. Ну, Па, ну, пожалуйста. Это ненадолго. Мы сначала в кино до восьми, а потом к нам до десяти. Посидим тихонько. А вы еще у дедушки и у бабушки будете. Ну, блин, вспомни себя в шестнадцать. Тебе было весело с бабушкой и дедушкой? Ладно. Это моя уж у тебя. Может, ты к деду позвонил? Конечно. А может, на денежку? На. Пирожные на кухню внеси. Ну, чтоб никакого алкоголя, поняла? Только сок. Ты вообще красавица. Просыпаюсь, я не тебе. Ты вместе с Даней к семи вечера подъезжай к родителям, а я сразу после работы туда поеду. А Машка у нас остается дома. У нее сегодня вечеринка. Да, подожди. Какая вечеринка? Почему мы первый раз об этом слышим? Ну, должны же быть у отца и дочери какие-то секреты. Дим, ты с ума сошел? Чего? Ну, оставлять подростков вот так вот, одних, без присмотра. У них такого возраста. Мало ли что произойдет. Кто за это отвечать будет? У тебя муж лучший адвокат в этом городе. Тебе ни о чем беспокоиться. Тебе нужна помощь. Ты перестал себя контролировать. Дим, давай сходим к семейному психологу. Так дальше не может продолжаться. Мне кажется, тебе нужна помощь. Ты перестал себя контролировать. Аль, ну что за глупости? Какой психолог? Я полностью себя контролирую. Я в порядке. Просто я вчера переволновался, перенервничал из-за тебя. Ну, ты трубку не брала. Знаешь, мы сейчас взяли дело Синицы. Может, слышал в новостях, его сын сбил парня. И я теперь постоянно об этом думаю. Боюсь, что с тобой может что-то такое случиться. Ты же такая рассеянная у меня. Мам, у меня живот болит. Живот? Как живот? А ножки? Ножки не тянет. Он сейчас посмотри, у меня очень часто болит. Потому что нечего симулировать. Поехали, собирайся. Станет плохо, пойдешь к медсестре. Давай. Вечером тренировка, помнишь? Стойку. Красавчик, иди. Ты что такой резан? А поздороваться. Отпустите, я то сейчас закричу. Ты что, малая, хочешь без зубов остаться? Жратву давай, вовло тоже. У меня нет денег. А мы проверим. Поверим. Да отпустите. Отпустите. Это еще что такое? А ну прекратите. Дань, что случилось? Ты в порядке? Да, все хорошо. Позвоните, пожалуйста, маме Алле Сергеевне. И сейчас они к тебе пристают? Мам, почти каждый день. А почему ты мне раньше не говорил? Ну, потому что ты расскажешь папе. А папа ругаться будет. А знаешь, может хорошо, что он отдал тебя на бокс. Чтоб ты умел дать отпор. Ну, мам, ну я ненавижу бокс. Ну, я знаю, милый. Я, я знаю. Но в жизни не всегда получается делать то, что нравится. Иногда надо потерпеть ради какой-нибудь цели. Например, ходить на бокс, чтобы дать отпор врагам. Или... Или что, мам? Ничего. Знаешь, нам нужно заехать купить подарок дедушке и еще уладить одно дело. Катюш, привет. Ну что, мы выезжаем. Светлана? Ой, Дмитрий Ильич, вы сегодня рано. Извините, я еще не успела убраться. Ничего, Машина вечеринка начнется в восемь вечера, так что у вас есть еще два часа. Угу. Светлана, мне кажется, в последнее время вы стали как-то плохо справляться со своими обязанностями. И что? Вы снова хотите меня штрафовать? Я бы хотела стену на кухне убрать и здесь все в белый выкрасить. Да, думаю, должно получиться. Наброски я тебе завтра пришлю, а по цветовой гамме на кухню я предлагаю тебе вот, космический лад. Можно я эту штуку сфоткаю? Нет, лучше себе оставь. Телефон искажает цвета. Маша говорила, что ты хочешь стать дизайнером? У тебя хороший вкус. А в нашем деле таких людей остро не хватает. Спасибо. Ах, вы клевая. Машке вечеринки дома делать разрешаете? Не то что. Так вы мне все сразу со сметой пришлете, да? Нет, смета... Смета после твоего утверждения. Прости. Дадим. Подарок? Нет, конечно, не забыла. Помню. Мы с Даней сейчас как раз пойдем. После этого к твоим дну. Не волнуйся, я все успею. Давай, до встречи. Пока. Машка, а у тебя есть что выпить? Папа сказал, только сок. Слушай, Машка, ты уверена, что они свалили? Ну да, юбилею дедушке восемь. Но сейчас только шесть. Да что, они к ним лучше на два часа раньше приедут, чтобы не опоздать. Ну и плюс, если дома кто-то есть, то какая разница? И правильно. Мы же не виноваты, что сеанс отменили. Проходите. Опа, а кто это у вас тут так развлекается? Заткнись. Машка. Машка, ты если чего здесь? Ты же в кино должна быть. Маша! Стой! Стой, Машка! Терри. шь. Ты же знаешь. Стоит. Я є. Субтитры создавал DimaTorzok